Атака мошек в Волгограде во время чемпионата мира по футболу стала не только поводом для обсуждений, но и для многочисленных шуток. Кто-то называет их новым секретным оружием русских, а кто-то, следуя примеру иностранных властей, предлагает ввести против них санкции. Организаторам матча даже пришлось на время изменить условия прохождения на стадион, и всем болельщикам было разрешено проносить баллончики со спреем. К слову, к такой мере защиты пришлось прибегнуть и футболистам. Гостям Казани в этом плане повезло намного больше. Назойливых москитов на улицах города не встретить. Но вот если выехать за пределы столицы, то можно столкнуться с подобными неприятностями. Вот, к примеру, такое видео на прошлой неделе разместил в сети житель из Кукмарского района. Рой насекомых нападает, кусает жадно и беспощадно. Автор из Кукмара вспоминает, такой налет мошкары в последний раз был в 92-м году. Подобные ситуации еще в двух районах – Арском и Балтасинском. Кусаются, кусаются, очень сильно кусаются. Что приходится делать? Одеваться потеплее. Страдают от укусов и животные. Фермерам, прежде чем отправлять скот на пастбище, приходится обрабатывать его медикаментами. Специальные спреи от мошек стали товаром номер один в ветеринарных аптеках. Фармацевты говорят, лучше вовремя принять меры защиты, чем потом долго расплачиваться за последствия. Могут, например, кусать в уймя и начаться, потом мастит у коровы, и приходится очень долгое лечение, и молоко нельзя будет сдавать потом уже. Убытка будет больше, чем не обрабатывать. Да, вечер именно вот сильный мошкара. Он прям сильный, вот он даже, видите, какой бомбард появился даже. Очень кусает. Я вот вчера выходил, кошмарный какой-то ужас. Вообще невозможно. А это уже Нижнекамск. Средства от насекомых и антигистаминные препараты здесь уходят на ура. И это неспроста. Укус мошки вызывает у человека неприятный зуд и аллергическую реакцию. Причем у каждого она проявляется по-разному. В слюне содержатся чужеродные белки, которые при попадании в организм вызывают ответ иммунной системы нашего организма, которая проявляется аллергической реакцией. Если у кого-то это может быть небольшой отек, который быстро проходит, то у некоторых людей это может быть в виде острой аллергической, очень опасной реакции, такой как отек венки, анафилактический шок. В отличие от укуса комара, который прокалывает кожный покров, мошка прокусывает верхний слой кожи, оставляя небольшую ранку. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не расчесывать место укуса, чтобы не занести инфекцию. Лучше приложить к месту отека что-то холодное – лед или бутылку с водой. По возможности принять антигистаминный препарат, любой, какой у вас есть в вашей аптечке, согласно возрастным дозировкам, и уже при возможности медикаментозного лечения, применять препараты, содержащие цинк. Это различные крема, болтушки, спреи. А вот выезжая на природу, лучше заранее запастись специальными средствами. Либо следовать примеру жителей Балтасинского района и одеваться теплее. В таком наряде на природе долго не продержаться. Назойливая мошкара липнет ко всем доступным частям тела. Укуса сразу не почувствуешь, а вот последствия будут проходить очень долго. Поэтому, если вам дорого здоровья и целостный кожный покров, то лучше забудьте о красоте и ровном загаре. И лучше! Обзаведитесь вот таким костюмом. В нем хоть и жарко, но зато не кусают. Некоторые прибегают к более изощренным средствам. Например, ванилину. Рецепт прост. Пакетик ароматизатора смешивают с кремом и наносят на открытые участки тела. Либо используют как пудру. Если у вас ничего нет и есть просто ванилин, то можно, что называется, припудрить носик. Открыл ванилин, на руку насыпал порошка, он как сахарная пудра. Вот так вот припудрил носик, лицо, щеки, шею, руки, ноги, все открытые части тела. И мошка туда не идет. Сейчас активность мошек спала. Постепенно их число сократится. Но все-таки, выезжая на природу, на всякий случай прихватите с собой ванилин. Зарина Ахметова, Роман Безменов, 7 дней.